Так вот, в связи с тем, что Творец создал мир. И как я вам говорил, что каждый из нас может ощущать, что в мире есть я и Творец, и написано, что мир создан для меня. Каждый из нас может, не просто может, а должен жить с ощущением, что для меня создан мир. Это не значит, что я, как эгоист, должен хапать все из жизни, да? Я не знаю, сейчас существует эта машина или нет. В моем детстве и юности в Москве были снегоуборочные машины. Помните, она с таким ковшом? Да, да, есть. Их называли коммунист. Она гребла все под себя, да? Вот. И это не то, что имеется в виду, что вот мир создан для меня, что я могу все хапать. А это значит, что мир создан для меня, слушайте внимательно, как зеркало. Все, что я вижу в мире, отражает мне меня. Представляете? То есть, никто в мире ни в чем не виноват в том, что мне не нравится или то, что меня не устраивает. А на самом деле, все, что происходит в мире, отражает мне меня. Вот вы все мне меня каким-то образом отражаете. А как-то вы все можете во мне поместиться вообще. Так, а если я по всему миру езжу и вижу людей, они мне что-то во мне отражают? Да. А почему? Потому что сказано, что, мы с вами уже говорили, мы созданы по образу и подобию Творца. И мы сказали, один из аспектов этого образа и подобия – это наша возможность воспринять все то добро, которое Творец хочет нам дать. А второй момент – это то, что мы, как и он, включаем в себя весь мир. То есть, это микро- и макрокосмос. Помните такие понятия, да? Что макрокосмос – это все мироздание. И каждый из нас – мы микрокосмос. То есть, в нас есть абсолютно все мироздание. И на самом деле, мы, как самые сложные и современные компьютеры, даже которых еще нету, мы несем в себе информацию абсолютно о всем, что было, есть и будет. Единственное, что нас просто не научили пользоваться – а как доставать те файлы, которые меня в данный момент интересуют. Да? Есть более насущные файлы. Я всегда говорю, можно настроиться на то, чтобы прочувствовать ящерку в пустыне Сахары или белочку в Сибири. Но у нас есть более насущные вещи, которые нам бы хотелось понять. А как почувствовать мне, в первую очередь, самого себя, ближнего, моего ребенка, иногда ребенка, которому сложно со мной контактировать, да? И я вас уверяю, у меня колоссальный опыт работы с такими детьми по всему миру. Я вот недавно был в Канаде, девочка с каким-то очень редким, не дай бог не проговорить сказанным, синдромом. Она не развивалась и 12 лет, она вот такая в кроватке лежит, глаза закатаны, слюни текут. Вообще, у меня довольно ничего не реагирует. Я пришел и просто настроился для нее, как я работаю, стал с ее душой общаться. Она меня взяла за руку, повернулась ко мне и начала улыбаться. Там все чуть не упали в обморок. Она, у нее родители очень состоятельные, огромный дом. Все для нее построено с лифтом, под кроватью заезжала и так далее. Но вот уже такой ребенок, она начала улыбаться. И начала мне рассказывать, мне не вслух рассказывать, как бы обмен информацией. Когда я стала рассказывать родителям, то, что она рассказывает мне, они говорят, да кто ты знаешь, какие подробности она нашли, говорят, ничего не знает. Потому что он не то, что я получаю, то и... Теперь каким образом? А что это это? Я что такое? Весь из себя гениально? Ничего подобного. Ничего подобного. Я говорю, что я могу научить этому не богу, человеку, который хочет этому учить. Да? Размер время, это требует усилий. Но я могу рассказать, как этого достичь. Это очень просто. Ну или нет, так же. Все гениально просто. В мире нет никого, кроме Творца. Я ощущаю, в мире для меня есть только я и творец, с которым я хочу быть одним и единым целым. Мир создан для меня, то есть мир не отражает меня. И поэтому я, когда вот эти три понятия усвоил, я сказал, я не хочу никаких разделений с Творцом, в первых, а, во-вторых, я хочу слиться со всеми миром. Как капля в океан. Как много, где она? Она везде, она соединена со всем океаном. Вот и я так хочу. И я стал учиться теоретически тренироваться эмоционально. С помощью моего учить и родственства, который меня стал тренировать, чтобы я ему говорит, хочешь, давай будем тренироваться. Он сам это не умел. Я говорю, как он меня может учить тому, чего не умеет? Он говорит, я буду помогать тебе открывать то, что должен уметь ты. Так, как вот я с Божьей помощью помогаю другим людям. И в какой-то момент я вдруг стал чувствовать негативные качества окружающих меня людей. Я видел вот этот, вот такой, этот такой, этот такой. И поначалу мне это дало такое чувство превосходства, власти, да? То есть я вас всех на чистую воду выведу. До такой степени, что через несколько месяцев меня просто начало тошнить от этого негатива. Потому что я видел вот такие вещи, но которые явно люди не хотели, чтобы я про них знал. А во-вторых, мне они были абсолютно лишними. То есть эта информация мне, моей гордыни, конечно, давала вот такой вот огонь и поджигала. Но не более того, а практически, с точки зрения Божественности, пользоваться этой энергией было некуда. Почему? Потому что все, что мы должны знать друг о друге, это только то, как помочь друг другу стать лучше. И как подчеркнуть друг другу сильные качества. И как помочь друг другу справить наши слабости. Все, больше ничего не надо. Другая информация, она лишняя. Поэтому она называется интимная информация. То есть до такой степени, что вот я ставил на светофорию, переходите улицу. С другой стороны, ставила девушка. Не вдаваясь в подробности, я просто увидел, что она примерно глаз мужчины. Зачем мне это знать? Почему? Она может быть, ну не может быть, совершенно точно не хотелось бы ее это знать. И так далее. То есть это, ну не то, что назовем друг личной информацией. Я стал красиво концептворяться. Я просто задыхаюсь. Я не могу это. Зачем мне? Может быть, не надо мне это? И тогда он мне научитель сказал, говорит, ты проси получать только ту информацию, которая необходима для того человека, ради которого ты ее получаешь. Это будет не во имя твоей гордыни, а во имя доброты от твоего человека. И тогда тебя это будет оживлять, а не душить. И когда я стал настраиваться на это и тренироваться много часов в день, то я вдруг стал чувствовать внутренние качества человека. И я понял, насколько мы все с вами просто совершенно замечательные, особенно дежурочные. Я не шучу. Потому что был такой один из замечательных каббалистов Ариза. Он жил около 400 лет назад. И он в свое время человек, который видел перевоплощение каждого человека, он ночью во время сна поднимался в высшие миры. И ученики спрашивали, что ты там выучил. Он говорит, для того, чтобы вам только пересказать, потому что я выучил там за ночь, нам нужно 70 лет разговаривать. 70 лет разговора. Там получаешь информацию просто на уровне понимания, а не нужны слова. И вот он говорил, слушайте внимательно, особенно женщины и мужчины тоже, что уже в его время женские души настолько исправлены, что они приходят в этот мир только для того, чтобы помочь мужской части души доисправить себя. 400 лет назад. Не надо над нами смеяться. 400 лет назад, да, уже все женские души настолько исправны, что приходят в этот мир помочь мужской половине. Что значит мужской половине? На самом деле душа человеческая – это муж с женой вместе. Наш обряд свадьбы еврейский называется хупа. Мы стоим под таким специальным балдахином, под которым происходит действие. Действо, да, невесту семь раз обводят вокруг жениха. То есть это семь миров. И сказано, что муж без жены он как без стены, без знаний, без хлеба, без ничего. И, кстати, все, что мужчина зарабатывает, он может быть бизнесменом, а она домохозяйка, ну, какая-нибудь, да, но все заработок дается ради нее. И поэтому сказано, первое проклятие первых людей было за первый грех, да, что женщина в муках рожает, а мужчина, мужчина в поте лица своего добывает хлеба. Наши люберцы говорят, что чем меньше, и женщина будет в подчинении у мужа. Чем меньше мужчин дает женщине ощущение, что она у него в подчинении. И сказано, что муж должен любить жену, уважать как себя, а любить больше, чем себя. Да, вы все представляете, вообще-то, это очень сложный процесс. Вот, тогда как бы его хлеб насущный, за руку деньги будут к рукам прилипать просто. Так вот, в мире нет ничего, кроме Творца, Творец бесконечно добр. И каждый раз, когда мы с вами ощущаем, что нам хорошо, и это хорошо достигнуто этическим образом, да, то есть разрешенным, не нарушая какие-то законы божественные, то есть ты не украл, ты не прелюбодействовал, ты не сделал что-то запрещенное, что-то неприемлемое, и тебе от этого хорошо, то это говорит, что в данный момент, в данном месте ты раскрыл божественность. Представляете? То есть ты слился с Творцом. Теперь, а если я неразрешенным путем, что-то мне хорошо? В этом есть божественность, но есть и заморочки, есть и мусор, который ты туда внес. Поэтому мы сейчас с вами вспомним какую-то ситуацию в жизни, когда вам было хорошо, вот просто хорошо, какое-то чудо для вас произошло, или какое-то интересное событие, да, которое вам было очень приятно, или вы просто наблюдали за природой, вам было хорошо, обнимали любимого человека или ребенка своего там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вспомните кто-нибудь, ну все, вспомните какую-нибудь такую ситуацию. У меня всегда хорошо. Молодец. Ну что-то такое особенное. Особенное, это когда Андрюша положил меня после рода. Умница. Молодец. Так, кто еще что-то вспомнил? В клинику попали, скажем, долго ждали этого, и получилось. Ну давайте лучше что-нибудь такое, такое вот независимое, такое вот, да, рождение ребенка, чудо какое-то, подарок какой-то получил там, или вот просто отдыхал где-то, и вот остановись в мгновение, вот хорошо. Природу любите? Да. На море, на пляже. На пляже, очень хорошо. Вот что-то такое, все вспомнили? Кто не вспомнил, поднимите руку, не стесняйтесь. Не вспомнил, вспомнил, молодец. Ну да, слава Богу, что если на горюке сидят так, молодежь особенно сидит, ну ничего хорошего не было. А он просто после экзамена еще не сдавал. Он не чувствовал себя, что он их сдал. Да, после чего он сдался, вот он будет экзамом счастлив. Вот, хорошо. Вот вспомнили, все вспомнили, да? Все вспомнили какое-то событие, вот вспомните его в деталях. Какой вот непосредственно миг там было, ну вот, ну вот очень хорошо. Выделите это мгновение. Получается? И теперь обратите внимание, а где в теле, в своем теле сейчас, вы переживаете вот это приятное ощущение, где оно находится. Потому что мы устроены таким образом, что когда мы что-то вспоминаем, у нас ассоциативно в нашем хард-диске, коим является наше тело, да? В нашем хард-диске сразу, то есть выходит на наш экран эта информация, то есть где-то она проявляется в теле. Правильно? Давайте почувствуйте сейчас, где у вас это проявляется. У меня всегда вот здесь, просто. Здесь, что вы там чувствуете? Вот, что там, о чем вы говорите. Приятное? Да, конечно, я. Отлично, сколько места мы там занимаем? Какого размера у нас? На мере с телом. Так, хорошо. Это ощущение отлично. Теплое, такое, как мячик, да? Теплое, холодное, теплое, светлое, темное. Светлое, теплое. Свет какого цвета? Ну, думаю, жемчужного. Как жемчужного. Отлично. Очень хорошо. Кто еще почувствовал? Поднимите руки. Ну, почувствуйте. И так, причем всем. Можно руку не поднимать. Пожа счастливы. Да. Кто еще, кто не почувствовал, поднимите руки. Ну, не стесняйтесь. Хорошо. Вы что-то вспомнили? Я уже вспомнила. Приятно. А вы что, вы не почувствовали? Как вас зовут? Я двинусь, Настя. Я движусь, но не стесняйтесь. А что, вы можете с нами поделиться, что вы вспомнили? Ну, да. Я была, знаешь. Я на озере. Ну, как, фик-фикнике мы устроила на озеро. Книжку взяла. И уже на воду была, смотрю на озеро. И наслаждаюсь. Тяженой, природой. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Вспоминайте, как вы сидите. Вот лепота. Да? Озеро. Костеров. Книжка. Да? Красота. Где вот это ощущение? Сейчас вы ощущаете. Закройте глаза. Здесь он ощущает. Ну, где? Ну, это как-то ровница. Молодец. Когда закрыли глаза, я всем показал. Это ощущение. Теперь. Значит, все вот где-то почувствовали. Теперь вот опять же. Как вас зовут? Илья. Илья. Как я вот Илью спросил, охарактеризуйте вот эти ощущения. Сколько места оно занимает? Да? Теплое оно или холодное? У кого-нибудь холодное? У всех теплое, да? У всех теплое. Холодное оно? И какого вам цвета? Золотистый. Отлично. Еще какие цвета? Кто какие цвета? Голубое. Голубое. Фиолетовое. 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 Зеленое. Все зеленое. Отлично. А где у вас? Покажите мне всем пальцем, где вы чувствуете свое ощущение. А может быть только лунность? Может быть сколько угодно. Мы сейчас фокусируемся на одном. Не увлекайтесь. Подождите. Давайте. Нет, просто у меня прям ядно такой вот здесь. И на лунный бокал. Очень хорошо. Прекрасно. Прекрасно. Все может быть. Все. Все легитимно. Все. Нам сейчас, чтобы не запутаться, давайте с одним сначала справимся. Итак, как почувствовали это, да? А теперь смотрите. Вот это ваше ощущение, это одно из проявлений божественности для вас, для каждого из вас, на эмоциональном уровне. Еще раз, это проявление, одно из проявлений божественности для вас, на эмоциональном уровне. То есть вы через это ощущение почувствовали связь с Творцом. Почему? Потому что единственный источник позитива в мире это Творец. Нету другого источника позитива. Сейчас вы максимально чисто прочувствовали это ощущение, да? Вы его ярко прочувствовали. Теперь, а что еще мы знаем о Творце? Мы знаем, что Творец бесконечен. И каждый из вас сейчас может попросить сказать Творец, я хочу почувствовать твою бесконечность через вот это мое ощущение, теплое ощущение такого-то цвета. Попросите почувствовать бесконечность Творца и наблюдайте, просто наблюдайте за тем, вот смотрите, как вы сейчас увидите своим внутренним взором, смотрите за тем, что происходит с этим ощущением. Кто же чувствует что-то? Что с ним происходит? Умница, молодец, расширяется. Да? Расширяется. У кого что еще происходит? Расширяется. Занимается больше и больше мест. Вы представляете, что сейчас произошло? Мало того, что вы прочувствовали контакт с Творцом, вы еще попросили, он вам ответил. Вы сказали, я хочу чувствовать твою бесконечность. Пошла бесконечность, началось расширение. Да? До бесконечности. Теперь почувствуйте, что вы настолько заполняетесь этой Божественной энергией, что она из вас начинает просто излучаться, и вы заполняете эту комнату. Почувствуйте, как вы заполняете эту комнату своей Божественной энергией. То, что она же бесконечна, она через вас идет, она придет, 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 придет. Да? Заполнили? И теперь вообще весь Русалим заполнить. У кого не получается заполнить Русалим? Не получается? Нет. А вы? В комнате и все, да? Блоком. Жаль, Бракомядина. Скажите, что это же не поет, через меня идет. Я в новом виде. Представьте себе, ну, знаете, что, не надо Русалим, что там мелочиться. Весь космос заполнить, пожалуйста. Я должен был быть. Ну, представьте себе какую-то картинку, что там раз и пошло. Везде. Да? Получается? Нет. А, я думаю, вот это ощущение, которое вы все почувствовали. А, охранитизовать себе его, какой-то теплый, там, свет и так далее. И попросить творца взялись бесконечно. Стой, проявится, что твою бесконечность через вот это твое проявление почувствует. Молодец. Даже творец ей не отработает. Что происходит? А на шее. Все, заполняем эту комнату. То есть, что вы сейчас сделали? Вы сейчас, по сути дела, осознали, что у вас есть прямой контакт с кварцом. Представляете? Прямой контакт с самим создателем всего мира. Вы почувствовали по доброту приятные ощущения. Вы почувствовали, что если у него вопрос, он вам дает еще больше. То есть, на самом деле, нас с вами обделили чем? Что нас не воспитывали с детства. Что вот так вот нужно чувствовать. Я своих детей старался с рождения этому все научить. И вот относительно недавно мы там были на свадьбе, и одна из моих дочерей говорит, пап, ты посмотри, вот эта женщина начала вот так шик, как ее сканировать просто. Моя жена стоит с таком недоумением и говорит, я откуда ты это знаешь? Она говорит, мам, ну видно же. Она говорит, ну не видно. Я говорю, мамочка, это тебе видно, а не всем видно, да? Почему не всем видно? Потому что не всех учили. Просто не всех учили. Теперь, обладая этими возможностями, это самое базисное упражнение из бесконечного количества упражнений, которые мы можем с вами делать. Обладая этими возможностями, пожалуйста, как можно больше времени уделяйте тому, чтобы просто вот это вот божественное, божественным светом, теплом обволакивайте ваших близких. Пусть это тепло проникает внутрь них. Всех, кого вы встречаете, на всех это тепло распространяйте. Люди, не понимая этого головой, будут чувствовать это душой и сразу относиться к вам лучше. То есть вы заходите куда-то, вы сразу раз и заполнили светом божественным. Понимаете? С кем-то вам нужно говорить, кто, вроде бы, не можно преодолевать так и нежелательно. Пропустите у него этот свет. Чем это отличается от манипуляции? Вы его не заставляете делать против его воли. Вы помогаете ему адекватно и гармонично, по-божественному, воспринимать вас и себя. Проявляете. Понятно? Теперь с помощью этого подхода можно практически решать все проблемы. Каким образом? Что, полноцая очередная? Нет, не очередная. Самое первое. Почему? Мы с вами сказали, что мир лишь отражение нас. Поэтому, если мы смотрим в зеркало, и там стоит кто-то лохматый, он нам не нравится, мы можем над ним смеяться, его критиковать, он ничего не даст. Нам нужно самим причесаться. А если он не одет, то одеться. А если он одет во что-то там, я не знаю, неподходящее, значит переодеться. Изменяйте себя. Изменяйте себя вот этой божественной конструктивной энергией, и мир будет меняться. Можно до такой степени дойти, что можно решать все проблемы. По сути дела, все проблемы. Невозможно, я не могу вам обещать дать гарантию. Но с помощью веры и целеустремленности, когда ты вот этим живешь, ты можешь изменять абсолютно все в своей жизни. И поэтому, ну, привелом такие примеры, что вот приходят там люди с какими-то, не дай бог, новообразованиями, да, до такой степени, что ты просто заходишь в это новообразование, ты можешь перенести свое сознание куда угодно. Заходишь и понимаешь эмоционально-духовную суть процесса. А что это оно так? Зачем ты здесь? Никакому негативному проявлению нехорошо в нашем мире. Оно очень хочет стать позитивным. Оно насилует себя, будучи негативным. Да? И когда ты с ним договариваешься, оно раз и начинает преобразовываться. И у человека начинают уходить, решаться какие-то проблемы. Если это не происходит, то это лишь потому, что мы с вами не до конца себя убедили в том, что это возможно и исправимо. Да? Что значит себя убедили в том? Кстати, не нужно думать там, что, не дай бог, если у этого человека что-то есть, значит, у вас должно быть такое же, не дай бог, чтобы вы могли что-то с этим делать. Нет, совсем не так. Творец хочет, чтобы вы проявляли милосердие друг к другу. Это значит, что он вам что-то отражает, не дай бог, не эту болезнь, а эту же причину, которая у вас может проявляться абсолютно в чем-то безобидно. Да? Но всегда нет отражения этой причины. Так как я понимаю, вы практически все сюда приехали с проблемами своих детей, то можно, как в зеркале, в ребенке находить в себе те первые причины, почему с моим ребенком происходит то, что происходит. Ну, это уже разговор один, да? Вопросы? Тут вопросов нет, все у нас в голове. Все проблемы. У тебя вопросов нет. Нет, ну то есть, не зря говорят, что чем больше ты упрасываешь в голову вот всякие негативные штуки, тебе не очень живется. Ну, правильно. Это не просто негативные штуки, нужно научиться, натренироваться, по-другому воспринимать мир, по-другому реагировать все на происходящее. У меня один раз было, я ехал там, маленьких детей вез из детского садика своих, и какая-то женщина, ну, она выехала, как будто вот в мире есть только она и творец, вот, не замечая никого другого, и прям подрезал, чуть аварию не сделал. Я так сижу, ну, грешен. Ну, тура. Моя дочка сзади сидит, трехлетняя, говорит, пап, ты что, тетю знаешь? Я говорю, нет, ну, ты знаешь, что я дура. Понимаете? То есть, как бы, мы делаем очень часто такие штампованные выводы, которые ошибся человеком. А мы нетерпеливы, да, этим нетерпением. Я рос в Москве, у нас в Марино-Горощи, в Бандитске, такой войной, тоже каждый день драки. Когда я приехал в Израиль, был такой весь из себя боевой, вот чуть что сразу в драку. И когда я начал вот учиться тому, что вот хочу вам передать, мы с женой ехали, вот тоже меня кто-то подрезал, а я мог выйти на светофоре достать человека из машин, ну, просто вот, вел себя по-хулигански. Осознаю, признаю. Вот. Он так меня подрезал, и моя жена так сидит, так на меня косится. А я сижу за рулем, продолжаю. Она говорит, то есть, что случилось? Да, она меня пыталась остановить там, да, что случилось? Вот я говорю, я был неправ, я теперь понимаю, над этим работаю. Вот. то есть, то есть, все с кожей помощью исправимое, и Творец хочет, чтобы мы это исправили. И он нам дает наши трудности не в наказании, ни в коем случае. Он дает нам для того, чтобы мы, как души, просто прошли через них, знаете, вот как машина, через автомойку. Я не знаю, нравится машине, что ее шкрипут этими щетками, крутящимися, или нет, он должен пройти, чтобы стать чистым. Вот мы тоже просто, мы не сдаем экзамен, мы ни с кем не соревнуемся, мы не должны получить никакую отметку. Мы просто должны через это пройти. Пройти, понимая, что мы идем через эти сложности для того, чтобы выйти на новый духовный уровень души, которая бессмертна. Тело ваше брено, а душа бессмертна. Вопросы? Продолжение следует...